Ребяточки, всем привет! С вами Александр и новый-новый крутой остров! И не просто остров, а это лабиринт. А лабиринты я люблю, я люблю намного больше острова-лабиринты, чем вот такие, как у нас были, был вот только что у нас футуристический остров. В лабиринте все понятно, все видно, и ты знаешь, к чему ты стремишься, как туда идти, и в общем-то все понятно. И ощущать мы будем силу элементов, сила элементов остров-лабиринт. Вот так, в общем-то, полностью называется вся эта наша богадельна. И вот предстоит нам побороться за 5 вот таких вот монстров. Так, один редкий, два эпичных и пять легендарных. Ничего себе! Смотрите, какие классные монстры у нас. Фростбайт, идем от обратного. Так, это у нас, ну, фростбайт, это понятно у нас, наверное, элемент там льда, темпест, не знаю, какой-то энергетик у нас. Так, Мелор у нас Огонек, походу, или еще что-то такое. Ну, Тефра, это явно у нас прикольный, он мне нравится. Нам родственник, ближайший братик Водомагмы. Потом Кин, это у нас такой Спесчаный Страж какой-то. Неместри Борг. Так, потом у нас Эйдинг. Эйдинг у меня есть, а это круто, я его получать не буду. Ну, сейчас мы к этому вернемся. И Мадфлоу. Такой у нас тоже какой-то монстрик прикольный. Так, давайте посмотрим, посмотрим. Вот так вот выглядит наша карта. Медленно кручу. Ну, там, кому надо, поставим паузу, проверяем. Ну, все, довольно классически. Опять же, видно будет у нас первых только три монстров, остальных монстров у нас не будет видно. Чтобы походить, например, Кином, нужно будет проходить либо первым, либо вторым. Вот, вот сюда. Так, за что мы получаем очки? Давайте сначала, наверное, суммарно я вам скажу, сколько за кого нужно очков. Вот, как вы видите, первый монстрик. И так далее. Суммарно нужно получить 36 тысяч очков лабиринта, чтобы это все дело пройти. Но мне нужно меньше, потому что вот этим я ходить вообще не буду. Вы здесь видите, что здесь есть ключик 5, но сейчас я объясню, почему я им ходить не буду. Так, так, карту посмотрели. Еда, еда. Да, вот еще вопрос сразу по поводу Happy Hours. У нас же всегда была 20-30% скидка. Ну, на данный момент, то ли это какая-то ошибка, то ли непонятно. Но вы видите, есть только 10% скидка на каждый день. Есть каждый день 2 часа с 10% скидкой. Ну, на самом деле, это полная фигня. Потому что, как бы, это ничего не спасает. С такими ценами мы не сможем получить там много монстров. Половину, короче. За что мы получаем монетки? Мы получаем за сбор еды от 1 до 5 монеток. Получаем за каждое собирание еды. Максимум можем насобирать 30 монеток. Ну, шанс 50%. Каждый второй сбор золота приносит нам от 1 до 5 монеток, но не больше, чем 30 монеток за один раз. За сбор еды мы получаем от 1 до 25 монеток. В сумме можем получить максимум 50 монеток. 4 часа восстановления пула. 100% вероятность. Так, за выведение монстров от 1 до 50 монеток. Максимум 50 монеток. Так, за кормление всего лишь от 1 до 5 монетки. За каждое кормление, за каждое нажатие кнопки. То есть, с шансом 80% и максимум можем получить 30. Ну, 30 в каждый час. Тут, в общем-то, можно посчитать, сколько мы можем получить максимум. Сейчас мы это прикинем. Так, за высиживание яиц тоже максимум от 1 до 50 и максимум 50. То есть, мы можем высадить 1 яйцо и получить 50 монет. А можем высадить 10 яиц и получить по 5 монет. Так что, все может быть. И за бои пвп нам дается от 1 до 50 монеток. Шанс 100%, но максимум... А как это может быть? Максимум 15. Здесь какая-то ерунда, по-моему. Где-то у нас на начальной картинке. Где-то я это видел. Сам Мари, по-моему, здесь это было. Сейчас я вам покажу. Где же... Где же это было? Была картиночка. Ребятки, где-где-где-где-где-где? Где было нарисовано? Нарисовано немножко по-другому. И вот хоть убей, как говорится, когда надо, я не могу это найти. Где же оно делось? Так, давайте зайдем. Events. Maze. Где-то я же это видел. Вот. Вот, вот, вот я видел. Здесь вот написано, что за... Вот видите, эта картинка. За бои пвп нам дается плюс 5 монеток. То есть, плюс 5 монеток, а не плюс от 1 до 50. То есть, по идее, дается нам со 100% вероятностью 5. Здесь, по-моему, кто-то ошибся. Здесь должно быть просто 5. 5 монеток и максимум 15. То есть, максимум 3 боя можно провести, если, как говорится, мы все правильно поняли. Поняли. И теперь давайте вернемся. Вернемся, вернемся, вернемся. На карту. Нет, не на карту. А сам, где ты, иди сюда. По поводу нюанса. Смотрите. У нас есть вот второй ход. Второй монстр. Эйден, который мне не нужен. Почему я им ходить не буду? Ходя им, мы получаем ключик номер 5. Давайте это проверим. Вот наш Эйден. Вот мы идем, идем. И вот наш монстрик номер 5. Но есть некоторые ключи, которые находятся на пересечении. Вот как раз этот ключ находится на пересечении. И его можно получить, ходя к Кинам. А поскольку Эйден у меня есть и ключ вот здесь, то мне вообще нет смысла им ходить. Он мне не нужен, в принципе. Разве что будут оставшиеся баллы, и мне никуда будет их деть. А Кин мне нужен. То есть, я первого монстрика буду получать, потому что он мне просто нужен. И здесь есть ключик. То есть, я обязательно пройду первым монстрика. Потом пойду к Кинам и спокойненько себе, ребятки, получу ключик номер 5. Как вы можете увидеть, у пятого монстра, вот это у нас Тефра, лава наша, у него всего лишь два ключика. Но здесь мы видим, что ключик есть один, вот два и вот три. Почему он здесь три? Потому что он два раза встречается у двух разных монстров, один и тот же ключ. В общем-то, вот так вот, ребятки, читайте эту карту. Надеюсь, я вам все показал и рассказал. Кто здесь сильнее и лучше? Ну, фиг его знает, кто сильнее и лучше. Лучше всего это пять легендарных монстров. И мы, конечно, будем стараться их получить. Ну, там уже, ребятки, походу будем разбираться. У меня парк уже подрос. Монет мы можем получить больше. И сейчас я обещал вам посчитать, сколько мы, по идее, можем получить максимум за 4 часа. То есть, это вот 30 плюс 50, плюс 50, плюс 30, плюс 50 и плюс 15. 225 монет мы можем получить за 4 часа. Пусть у нас в сутках 16 часов, которые мы бодрствуем. 16 это 4 у 4, множим на 4. То есть, по идее, 900 монеток в день мы можем получать. А сколько же эта вся богодельня будет длиться? Кто-то знает. Сколько длится продолжительность нашего, этого события? Так, еще раз давайте. Мейз. Ну, почему-то неизвестно. Пишут, что будет завтра наш этот остров. Завтра должен появиться. Ну, в общем-то, дата неизвестна. Но обычно около, около месяца длится, да? Ну да, если умножить это на 30, то мы получим всего лишь 27 тысяч. Так что как-то, 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 как-то напряжненько. Ну вот, цена за покупку этих монет. Очень невыгодно покупать, вообще бессмысленно. Очень странно, очень странно. Если он будет длиться 30 дней, то, как бы, по моим подсчетам, мы реально впритык можем получить только 30 тысяч. Ну, с 10% скидкой, вот, максимум, короче, если все сделать идеально. Ну, в общем-то, ребятки, всем спасибо. До новых встреч на новом острове. Не заблудитесь.